Что насчет Хамбиева? Как там идут дела, брат? Ну, Хамбиев выкладывает у себя в Инстаграме посты с вылизыванием Кадырова-старшего. В том числе месяц назад во всех соцсетях тысяч мусульман РФ хотели уехать в шариатское государство, но после провозглашения его в Афганистане никто туда не уехал или все зашарят только в интернете. Я не знаю, где ты видел всех мусульман в РФ, которые хотели куда-то уехать. Я подобных не встречал, видимо, я не в таком интернете нахожусь. Так что, кто хотел, ну, не знаю, ждут ли его там. Я, честно говоря, не встречал людей, которые хотели бы уехать в Афганистан. Даже сами афганцы, которые живут в Европе, будучи беженцами, тоже не спешат возвращаться. Так что вряд ли в страну, в которой такая неразбериха, пока еще не определились ни с властью, да ни с чем. На самом деле еще война такая внутригражданская, она еще не закончена. Навряд ли туда захотят ехать люди. Почему российские федеральные СМИ так яро хейтят Талибан? Они же, очевидно, уже власть в Афганистане. И что вообще они сделали России? А я, кстати, не замечаю вот этого хейта от российских федеральных СМИ. По-моему, они наоборот как-то очень сдержанно в отношении Талибана высказываются. Да вообще в целом Россия заняла такую очень сдержанную позицию. Мне кажется, наоборот, не федеральные СМИ в большинстве своем направили свой хейт в сторону нового афганского правительства. А федеральные СМИ, у меня такое ощущение, что наоборот, поняв, что там произошло, готовятся к изменению риторики, к тому, чтобы приставку, запрещенную в России организации, уже убрать. Это такой этап подготовительный, мне кажется, сейчас идет. Томсо, как ты думаешь, Талибан будет наступать на Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и будут ли пытаться талибы навести суету на Северном Кавказе и Татарстане? Я думаю, что нет. Я думаю, что им не до этого. Вообще сейчас их какие-то соседские разборки, ничего, это не волнует. Им нужно в своей стране сейчас разбираться. Но Таджикистан очень сильно обеспокоен. Почему-то именно Таджикистан. Остальные не так сильно. Таджикистан прям очень сильно обеспокоен. И они... Такое ощущение, что они готовят какое-то превентивное наступление. Бывает, не дожидаясь удара талиба, хотят напасть. И только так можно объяснить то, что происходит в Паншире. Вот эта вся истерия в таджикских СМИ, в целом, в большинстве таджикского общества. Такое ощущение, что самой главной проблемой Таджикистана является Афганистан. Хотя мне кажется, что опасаться там не стоит. Ну, элементарно, конечно, и соображение безопасности там в соответствии с правилами обороны и так далее. Разумеется, нужно позаботиться, как-то предусмотреть, чтобы в случае чего там можно было отразить и так далее. Это понятно. Это задача Министерства обороны. Но вот прям так напрягаться по этому поводу, я думаю, что не стоит. А Кавказ, Татарстан, так это вообще. Хотя туркмены, я думаю, туркмены были бы рады, если бы к ним кто-то пришел на помощь со стороны. Как считаешь, чеченцы поедут поддержать талибов в Афганистан, как в Сирию? А зачем чеченцам ехать в Афганистан и поддерживать талибов, как ты говоришь? В чем необходимость? Талибы нуждаются в какой-то поддержке? У них есть дефицит живой силы? Чем это продиктовано? Или, может быть, они кого-то звали, просили помощь? Конечно, нет. Зачем? У чеченцев как бы своя проблема есть. Это Россия, это российские оккупационные войска на своей территории. Это российское марионеточное правительство, власть на своей территории. Кто бы нам помог? Нам нужна реально помощь. Не то, что мы кому-то помогать. Нам бы кто-нибудь помог. Видел, что творится в селе Агвали, Цумадинского района. Жители пытаются поставить своего имама, но власти против. Хотя это неудивительно, я думаю. Народу не дают поставить своего имама. Не знаю, видел, нет. Да, я видел, следил за этим событием. Там сначала в мечети была какая-то потасовка, потом после потасовки какие-то ролики, в которых объясняли, что там произошло. Потом духовенство, муфтият Дагестана, собрал своих сторонников на автомобилях, там сотни, по-моему, несколько десятков автомобилей с оружием. Поехали люди туда. Вообще интересно, конечно. Такое ощущение, что это не вопрос имама мечети, что это не муфтият, а какие-то вопросы пытается решить. А это какая-то криминальная сходка, какие-то криминальные авторитеты собираются, чтобы решить вопрос разделения сфер влияния. Точек коммерсантов каких-то делят, как будто бы там гипермаркет какой-то или автомойка или автосалон какой-то не могут поделить. Бывает такое ощущение, что какое-то прибыльное место они пытаются поделить. Как так? Я не хочу там влазить, разбираться, что именно они там не поделили. Очевидно, что община, это джамаат, находящийся, который посещает эту мечеть, они наверняка хотят поставить туда того человека, которому они доверяют. И они не хотят, чтобы это был какой-то назначенец. Но то, как они разбираются, как они решают эту проблему, это напоминает какие-то разборки из 90-х. Или когда власть не могут поделить. Вот в Чечне в период существования Байсарова, Ямадаевых, Каева, вот у нас тогда такие вещи происходили. Какая-то стычка, кадыровские сторонники собирались на автомобилях, приезжали, окружали, российские войска становились между ними. Такие моменты происходили. Какое-то дежавю прям. И это все было бы, наверное, на это можно было бы не обращать внимания, если бы камнем преткновения была бы не мечеть. Если бы стороной в этих разборках был бы не муфтияд. Ладно, мы сказали бы, что-то там они разбираются. Но это же муфтияд. Это же мечеть. Это же вопрос имама. Как так? Томсов, в Чечне цыганской наркомафии нет. Цыганские наркобароны себе дворцы не строят, а ты говоришь, что кадыров плохой. Посмотри на Россию, Украину, Молдавию. А ты думаешь, если у тебя дворцы строят не наркобароны, а убийцы, садисты, это лучше, когда тираны у тебя во власти? Ничем не лучше, какая разница? Если наркобароны при этом тебя не убивают, наверное, они даже являются меньшим злом в этой ситуации. Ты хотя бы знаешь имя хоть одного кандидата, помимо Падишаха, а основной народ, что-то вообще не в теме. Конечно, знаю. Все знают в Чечне имя народного кандидата Иссы Хаджимуратова. Не надо здесь вот эту пропаганду свою толкать. Все знают и все будут голосовать за Иссу Хаджимуратова. Джон Бон Джови. Привет, Тумсо. Расскажите о дресс-коде Кадырова и его окружении. Я имею в виду брюки и верхнюю одежду. Похоже на копию пакистанского костюма или это как-то связано с национальной одеждой? У Кадырова есть свой модный дом Фердаус. Фердаус называется. Там руководителем была его дочь до того, как она стала заместителем министра культуры. Сейчас я не знаю, кто там руководит. Может быть, его другая дочь. И этот торговый дом, он по сути... Торговый дом, говорю, модный дом. Он по сути и одевает Кадырова. И он задает вот эту моду. Кадыровскую моду в Чечне. То, что они носят, это, наверное, такой немножко модернизированный костюм Мюрида Кунта-Хаджи. Вот так вот будет правильно. Это такой суфийский наряд, который обычно носили эти суфийские Мюриды, участвующие в различных обрядах зикров, так называемых. Когда они собираются, танцуют, прыгают, как ритуальный танец, что ли, что-то такое. Они обычно носили такие костюмы. Но он выглядел, разумеется, немного старомоднее, не так. А эти немножко видоизменили его, модернизировали, интегрировали, так сказать, в 21 век. И Кадыров постоянно меняет эти наряды, вы, наверное, заметили. У него есть своя стиль, как он однажды выразился. И эту его свою стиль ему создает как раз вот этот модный дом Фердаус. Но, наверное, из его окружения они берут с него пример и все одеваются в такие же костюмы. Хотя я заметил, что эти костюмы из его окружения, причем даже ближайшего, они всегда бывают хуже, чем Кадыровские. Возможно, там есть какая-то тема, типа вот мы шьем только для Кадырова. Возможно, есть какие-то чуваки, которые шьют только для Кадырова. Или, скорее всего, будет так, что эти чуваки шьют для всех, но, допустим, из того материала, с которого они сшили Кадырову, больше никому не шьют. Или, допустим, те костюмы, фасоны, которые сшиты для Кадырова, такие больше никому не шьют и не продают. Возможно, есть такая тема. И я заметил, что никогда у его окружения не бывает одинаковый с Кадыровым костюмом. Одинаковые костюмы могут быть у Кадырова и его семьи, но не у окружения. Тилимханов, Даудов и прочие у них всегда прям на первый взгляд видно, что качество, ткань и все-все это гораздо хуже, чем у Кадырова. Так что Кадыров, можно сказать, такой своеобразный модник. Германский рейх. Три бумаги от Вермахта, брат, смотрю ЧГТРК, понятно, что показуха, но одного не пойму. Они хвастают открытием школы, в школе будут компы, удобство, ля-ля, тополя. Это же элементарщина, которой стыдно хвастаться. Ну, это для тебя, немецкий солдат, Германский рейх, это элементарно. Для Кадырова он до сих пор еще живет в том мире, в котором компьютер это роскошь. Он считает, что он должен это подчеркнуть, что вот мы поставили компьютер. Да, почему тут компьютер? Вот эти доски есть интерактивные в школах, в которых ты не фо-мастером рисуешь, а не называются интерактивными, короче, какой-то электронные, скажем так. Эти доски, они даже ими хвастаются, что вот, мол, там интерактивные доски, хотя это все уже является обыденностью в любых нормальных странах. Тумсо, те спортсмены, которые фоткаются с Кадыровым и принимают от него подарки, а за спиной говорят, мол, ненавидят их, это же слабохарактерные лицемеры, хотят и тем угодить лизоблюда им и народу. Ну, я не скажу это в отношении тех, кто, допустим, оказался просто в ситуации, когда там откажись от фотографии и плохо кончишь. В этом плане по поводу них ничего не скажу. А те, кто сами там ищут этой встречи, возможности с ним сфоткаться, потом там что-то говорят, ну, там, наверное, да. Что насчет Хамбиева? Как там идут дела, брат? Ну, Хамбиев выкладывает у себя в Инстаграме посты с вылизыванием Кадырова-старшего, желает ему там всевозможного упокоения. По всей видимости, его беспокоит своя дальнейшая судьба. Видимо, он тоже завис. Бывает, когда вроде ничего и не происходит, но это ожидание, оно такое зловещее. Понимаем Хамбиева. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»